добрый день то что я сегодня вам расскажу я сама не понимаю возможно именно поэтому мой доклад стоит первым чтобы вы не смогли за оставшееся до автопати время подумать и что-нибудь интересное рассказать мне в ответ я очень на это надеюсь потому что абсолютно не кокетничаю когда говорю что плохо понимаю тему доклада она слишком свежая для меня и мало освещается в профессиональной литературе слова которые написаны в названии тоже не очень подряд ну что такое концепция формат бюрократия какая-то других слов я тоже пока не нашла сегодня расскажу о том феномене который интригует меня последние несколько месяцев игнорирование которого довольно часто хотя не всегда приводит к довольно болезненным ситуациям в дизайн-проектах итак что я наблюдаю последние как минимум семь лет на самом деле больше но те семь лет которые я уж совсем профессионально занимаюсь интерфейсом понятно что когда люди делают интерфейс они делают их конечно в одиночку часто за компьютером но некоторая фаза обсуждения неизбежно всегда обсуждение с заказчиком неизбежно обсуждение внутри команды бывает даже так что идет обсуждение с конечными пользователями до или после релиза не будем в это углубляться и я заметила что эти обсуждения почти всегда строятся вокруг обсуждения юая вокруг обсуждения контролов деталей иногда какой-то красоты наведенной или плохо наведенной но так или иначе фокус внимания дискуссии он довольно часто очень и очень локально берем какую-то штуковину и вынимаем друг другу мозг на тему того не заменить ли одну штуковину другой фигуриной обычно это почти бессмысленное упражнение обычно никакого толку для конечного пользователя и для качества продукта такие ее обсуждения не виду ну не дают но они довольно популярны среди творческой молодежи а потому что всем кажется что улучшение юая приводит к улучшению интерфейса это иногда так но есть гораздо гораздо более болезненные моменты которые упускаются из фокуса внимания есть один очень очень большой слон в нашей дизайнерской комнате который такой страшный что его лучше не видеть его тщательно маскируют заталкивают под ковер я не знаю как это слона можно столкнуть под ковер но видите попытки были давайте его вытащим давайте признаемся себе что я решение то есть раскладка контролов по экранам условно может быть в общем примерно какой угодно и опять же я наблюдаю это в своей реальности если нескольким дизайнерам дать одну и ту же задачу они все ее решат по-разному но примерно последнее что я буду с ними обсуждать это обсуждать качество кнопочек и формочек потому что ну нет идеального решения есть немножко другое смотрите когда мы используем эти пресловутые контролы когда мы вываливаем в пространство экрана или листа какие-то свои соображения о том где что должно быть расположен мы на самом деле пользуемся некоторым дизайнерским языком мы с помощью этого языка что-то пытаемся сказать или на какой-то вопрос пытаемся ответить когда я говорю язык я не имею ввиду общую философскую метафору я имею ввиду ровно привычное нам значение этого слова инструмент с помощью которого мы говорим ну авторы текстов говорят при помощи обычных более-менее человеческих языков многие вообще-то делают там журналисты и так далее так далее в принципе мы с вами общаемся при помощи обычного языка но в работе в создании интерфейсов мы реально переключаемся на другую рискну сказать знаковую систему и пытаемся с помощью этих пресловутых кнопочек и прямоугольничков высказываться но обратите внимание что наш язык русский украинский английский у кого какой родной он ведь состоит не столько из слов и даже не из там готовых выражений сколько из чего-то большего я не филолог я не обладаю достаточными знаниями лингвистики чтобы рассказать про всю структуру языка но совершенно очевидно что знание отдельных элементов не делает вас способным к высказыванию нужно что-то больше на которых тренироваться во вторых вообще понимают что язык нам нужен для того чтобы сказать мысли очень часто получается что проектирование дизайн интерфейсов сводится к демонстрации вот какой я молодец освоил очередной фреймворк или очередной инструмент или я художник я так вижу или еще какие-то вещи которые на самом деле не не про то как сказать что-то осмысленно а про то как защитить первое попавшееся свое решение вот это необходимость защищать первое попавшееся решение она отпадет если вы поймете какой физический смысл в том что вы на самом деле на работе делаете когда раскладываете контролы по экрану я думаю что с помощью этого языка мы всегда рассказываем некоторые связанные истории хотим мы этого или не хотим но любой экран любой дизайн он переводится в обычную текстовую форму и про любой дизайн можно сказать про что он что хотел сказать автор какую мысль он хотел донести еще раз хотите вы этого или не хотите и проблема только в том что нельзя отпускать формирование этих историй на самотек нельзя думать что если дизайнер такой большой молодец и знает как расположить квадратики по сетке и знаком с типографикой нельзя из этого делать вывод что он может отвечать за историю которая излагает я думаю что войти проектах историю нужно явным образом формулировать словами через рот немножко потом покажу как это выглядит значит кажется довольно часто что когда мы говорим о постановке на дизайн то нам достаточно таких достаточно формальных формальных вводных например сценарий использования но дело в том что сценарии использования ну многие другие форматы постановки задачи на дизайн они предполагают что человек действует человек хочет чего-то от интерфейса и начинает это что-то из интерфейса из системы добывать проблема тут однако в том чтобы человек захотел довольно часто человек не особо рвется с интерфейсом взаимодействовать или взаимодействует сжав зубы и через силу потому что ну не нравишься ты мне если например взять какого-то достаточно уставшего от стартапов человека например меня и посадить его перед таким типичных хипстерским интерфейсом я провожу все усилия чтобы за эту интерфейсу уйти просто потому что не хочу история которую он мне транслирует эта история не моя я не хочу услышать я не хочу ее видеть я не хочу получать никакую пользу из этого интерфейс поэтому сведения когда мы пытаемся свести поведение людей к каким-то прагматичным вещам это не всегда получается ну в частности с таким используем то же самое также сама абсолютно проблема с jobs to be done он такой чуть более модный и поэтому я вынуждена произнести эти слова эта технология опять же заставляет нас думать что человек готов взаимодействовать с системой ах если бы так обычно до состояния я готов с тобой разговаривать идут какие-то предварительные танцы и точно так же как мы не хотим общаться с некоторыми людьми но надо признать мы не не со всеми людьми готовы общаться точно так же не со всеми интерфейсами мы готовы общаться я думаю что вот то невнятное что транслирует некоторые интерфейсы и процедуруют все ну какой проблем возникает некоторых это называется история смотрите это в целом тема которую очень важно понимать ну казалось бы да мы сейчас с вами найти конференции надо обсуждать какие-то строгие технологические нюансы или если уж ты не обсуждает технологические нюансы надо вдохновлять зал чтобы значит было весело прикольно и казалось что вот сейчас мы выйдем из помещения всех порвем есть только одна проблема дело в том что логический подход к нашему снаряду он почему-то не всегда работает почему-то вы сами наверняка часто бывали ситуациях когда обсуждаешь обсуждаешь твоя логика против его логики еще в этом приходит третья логика все как бы вполне разумно излагают свою точку зрения но не выходит каменный цветок в пространстве рационального мышления очень модного современного не получается найти ответы не то что на некоторые проблемы она такой слой проблем мимо которых вообще пройти нельзя обратите внимание на такой феномен очень популярная книжка про гарри поттера и методы рационального мышления я уверена что многие про нее слышали и к сожалению многие вдохновляются не буду сейчас публично говорить что я на самом деле думаю про эту книжку но обращу внимание вот на какое обстоятельство методы рационального мышления казалось бы материал про рациональное мышление надо излагать форме предельно рациональной но почему-то популяризатор этого философского направления выбрал формат максимально далекий от четкого логического изложения он взял сверх популярную историю полную противоречия нестыкова и так далее да и просто еще на ней паразитировать потому что иначе не дойдет потому что как бы ты не пытался вложить логику в логический же формат люди не таковы даже люди которые пытаются рационально мыслить они не могут и даже для тех кто гордится своей рациональности для того чтобы до них дошел рациональный месседж пришлось это все упаковывать в якобы детскую книжку да суть в том что у нас общение происходит на уровне истории и когда у вас человек садится за компьютер вернемся ну вот в простой простой стать или берет руки смартфон да принято думать что он хочет что-то сделать это конечно на поверхности часто так но на самом деле если смотреться вдуматься поговорить и так далее да оказывается что человек пытается что-то про себя этой шайтан машинки сказать даже не мог не могу себе не могу вам даже объяснить насколько это неестественное явление да кстати человек разговаривает с компьютером но правда разговаривает и вы тоже разговариваете с компьютером даже если это не доходит до вашего сознания все равно ваши действия всегда подчинены какой-то какой-то истории какой-то теме которую вы пытаетесь донести и когда мы общаемся друг с другом очень часто мы общаемся в формате а вот у меня так один рассказал историю другой отбросил как бы парировал тоже истории вот такой идет диалог теперь если в этом диалоге одного из людей изменить компьютера структуру общения не изменится интерфейс должен делать то же самое что делает живой собеседник иначе он не будет воспринят как как достойный собеседник соответственно интерфейс должен рассказывать истории в ответ то есть интерфейс должен услышать человека и отреагировать адекватно вот это достаточно конечно сложная задача сейчас я покажу какие бывают типовые истории в типовых же интерфейсах когда мы видим интерфейс такого типа мы так или иначе может быть другой формулировки но что-то похоже считаю смотрите очень сейчас распространенный формат интерфейс это лендинг это лендинг который шаг за шагом подробно описывает обычно какую-нибудь продажную ерунду не всегда но довольно часто если мы попадаем на лендинг мы с высокой вероятностью понимаем что либо присутствуем на унылом собрании которые кто-то нам вещает это бесконечный доклад который слушать совершенно необязательно мы и так знаем из чего он состоит либо мы ну альтернативная картина мира например едем в электричке входит продавец начинает опять же что-то впаривать всех продавцов примерно одинаковый набор шаблонов которые они высказывают купи 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 а то нам никак не продать соответственно попадая в формат лендинга мы уже сразу вот эту обвязку она отличается человека человеком так или иначе независимо от содержания мы уже себе мы представляли много чего что нас тут ждет чего опасаться на что надеяться и так далее да просто глянув на структуру страницы это сейчас уже становится проблемой потому что потихонечку растет молодое поколение дизайнеров интерфейсов которые так рынок устроен очень часто набивают руку как раз на лендинг и потом эту руку надо переделать объяснить что бывают вообще другие форматы интерфейса я своими глазами вижу людей умных опытных они во всех отношениях молодцы но что ни делай все равно лендинг получается такой нехороший опыт то есть понимаете да человек заточены на рассказывание одной истории он вообще не понимает что интерфейс может быть другая структура это проблемная беда вторая история все вот здесь даже взяла пример даже не настоящего сайта просто прототипа какого-то сайта уж очень показательный примерно все сайты айтишных контор крупных они выглядят вот так почему можно долго обсуждать возможно друг на друга смотрят возможно очень боятся отойти от идеи структурированности но так или иначе вот попадая сюда у меня личное ощущение что как казарма попадаешь абсолютно клонированные компании вот одну сейчас немножко стали понимать что может быть не надо так но вы пройдитесь по крупным по крупным конторам аутсорсером очень многих сайты выглядят вот таким способом и даже еще не вчитываясь в все эти буквы которые они написали вы понимаете куда попали у вас в голове примерно складывается картинка вы еще ничего не знаете про своего собеседника про эту компанию проект интерфейс но какие-то предрассудки у вас уже появились просто из структуры страницы ну и всеми любимой синие цветку даже без него да дальше дальше есть ну такой мне кажется очень интересный относительно новый тип интерфейса который рассказывает нам про магию второй раз в докладе появляется магия значит смотрите перейду переместиться из точки а в точке б это все-таки такое достаточно напряженное мероприятие особенно если пользоваться общественным транспортом система типа выбора в своих интерфейсах когда вы открываете сразу рассказывают историю про то что это случится автомагически просто потыкай пальцем в экранчик и ты переместишься из точки а в точку б ну конечно это не то что озвучивается это не то что проговаривается но это то что транслируется через интерфейс когда вам показывают карту когда по ней двигаются какие-то машинки это всегда очень увлекательно смотреть как машинки двигаются вот когда вам дают какие-то обещания про время доставки ну конкретно сейчас на экране выбор но в принципе вы можете дофантазировать какие еще бывают интерфейсе такого типа и они все рассказывают про магию забудьте реальном мире нажми кнопочку и все волшебным образом произойдет ну по-моему это очень классно особенно если работает еще один да очень старый конечно интерфейс сейчас он выглядит сильно не так но когда он выглядел так он транслировал очень сильную историю опять магическую про то что ты можешь получить все что хочешь просто захоти просто скажи что ты хочешь это это получишь без рюшечек без нюансов без каких-то промежуточных выборов просто скажи сформулируй заклинание это достаточно такое сильное обращение тоже к всем нашим защитным голову детским сказкам и я думаю что именно обращение к вот этому нашему воспоминанию о сказке оно и помогло google так сильно взлететь ну то есть тут можно со мной спорить в логических терминах но я боюсь что логические термины я не очень сейчас восприму потому что уже много раз видела что они плохо работают и еще один прекрасный интерфейс вот прекрасный реально хороший я понимаю что вас от него тошнит точно так же как меня например тошнит от слова стабильность но для миллиона бухгалтеров может быть и больше и для огромного количества мелкого бизнеса и прочих менеджеров по продажам стабильность это ценность они хотят везде эту сказку про стабильность из телевизора и мало вот они еще из экрана хотят а поэтому я думаю что этот интерфейс транслирует то что надо там страшный но зато он одинаково страшный во всех местах и это для человека гораздо важнее локального удобства он не хочет никакого локального удобства он хочет чтобы сегодня вчера-завтра было одно и то же чтобы ничего нигде не сломалось чтобы открытие нового окошка не привело к тому что внезапно там чего-то потерял и эту историю нам с вами транслировать тяжело но мы с вами такие интерфейсы вообще редко рисуем может быть и к сожалению это очень популярная история на сайтах монополистов вас много я одна посмотрите пожалуйста на сайт российских железных дорог просто вчитайте то что там написано из каждого из каждой точки этого сайта разит одно я я я я я говорит нам ржд на вас мне плевать тут я главный тут все будет про меня ну ладно если вы уж так прям сильно хотите вот вам пассажиром уголочек по-моему это история близкой к научной фантастике да системо образующие предприятия в стране имеет наглость рассказывать о том что тут главное она а не задача которые она решает но так или иначе это очень часто встречаются в монополистах это часто встречается в госорганах но надо сказать что в госорганах уже пореже и тоже сверх распространенная история тоже выживите интерфейс страшненький на вот он настолько страшно насколько это в принципе возможно хотя наверно нет предела совершенства суть однако в том что вот конкретно этот сайт конкретно этот магазин он продает охрененно дорогие штуковины космически дорогие я там могу себе позволить наверное наверное только какой-нибудь ножик да это не любой ну может быть пилу какую-то могу тем не менее у них все хорошо с продажами потому что они не пытаются рассказывать про то какой у них дорогой товар они через свой дизайн через свой сайт довольно последовательно хотя не знаю насколько осознанно транслируют вот эту историю что я свой я свой в доску вы не переплатите за дизайн еще как переплатите но это другой разговор и вот эта позиция что не дай бог не трогайте нас наш страшный дизайн потому что люди убегут потому что они перестанут считываться в этой помойке сигнал сигнал я свой вот это встречается очень часто и это кстати довольно часто проговаривают именно заказчики они действительно понимают зачем нужен дизайн и действительно понимают что хороший дизайн может убить их бизнес естественно это не только к сайтам относится в общем во всех отраслях это более менее действует хорошо мы посмотрели на всякие примеры истории можно продолжать на самом деле более-менее бесконечно но я бы сказала что вот эти примеры я надеюсь они помогут вам опять же я надеюсь научиться прочитывать интерфейс еще раз в любом интерфейсе есть история штука только в том что она плохо осознается и если вы еще не умеете управлять историей а это трудно то для начала попытайтесь ее читать что вам пытаются сказать как будто бы интерфейс этот человек вот этот человек он вам про что говорит представьте его ну вот реально как как какого-то как как какого-то собеседника который что-то вам рассказывает хорошо но это упражнение оно позволит вам двигаться в сторону должности арт-директора потому что ну это обязательное умение арт-директора интерфейсного должен уметь историю читать но задача такая более боевая это рассказать историю сейчас попробую изложить какие-то свои соображения на эту тему пункт 1 мне кажется уже повторяю говорила сейчас повторю люди все время говорят про себя в любом месседже который человек отпускает наружу есть сигнал я я такой я хочу этого я думаю об этом я боюсь я надеюсь я я я я и когда они на интерфейс смотрят они тоже пытаются что-то сказать о себе это значит что неплохо бы их услышать вот ровно таких которые они есть услышать ту историю которую они говорят я знаю что в отрасли есть некоторое такое легкое пренебрежение на тему разговоров с пользователями ну искаженные цитаты из форда и джобса нам здорово попортили ситуацию все вы прекрасно знаете суть однако в том что когда вы разговариваете с людьми не надо пытаться у них узнать чего не хотят от вашей деятельности надо просто узнать какие они вообще есть какие они эти люди на самом деле и в той жизненной ситуации где им под руку подсовывают ваш продукт опять же не важно что это будет большая система или какой-то мобильный стартапчик вот в этой жизненной ситуации у них что вообще в голове какие эмоции какие надежды какие страхи какие ну может быть задачи но задачи это все-таки уже на самом деле редко встречается то есть исследование пользователей в поле интервьюирование оно не про не про такой не про типичный customer development попробуй нашу штуку и скажи за какую фичу ты больше заплатишь ну нет конечно оно первым делом про то что человека надо услышать потому что интерфейс который собираетесь создать должен отреагировать на его историю а для этого и он неплохо узнать вы увидите эмоции которые люди генерят вам не очень будет комфортно от этих эмоций потому что они настоящие но поскольку я думаю что большинство присутствующих интерес дизайну это косвенно означает что в общем интерес к людям тоже каким-то образом есть так что как только вы эти эмоции увидите ну и поставьте себе галочки что они лично к вам не относятся и к вашему продукту тоже они просто есть это часть эффективной реальности у вас встает настоящая дизайнерская задача не художественная а дизайнерская вы должны на эти эмоции ответить своей истории вы должны сформировать какой-то связанный посыл который в интерфейс и зашить надо сказать что этот вопрос чем ответить это не все ну не обязательно его сразу рисовать вполне можно если вы хорошо владеете словом вполне возможно сформулировать это словами я слышу я чувствую что человек пришел ко мне он волнуется и торопится поэтому я отвечаю ему чувак у тебя есть еще десять минут это вполне хватит на то чтобы этот это в его картине мира удача уже зависит от вашего продукта но разговор должен быть честный когда один по форму другую проверим у сами понимаете действия которые я сейчас вам описываю это условно я его называю интерфейсной эмпатией не знаю если такой термин пример смотрите вот это уже довольно старый ipod то есть музыкальный плеер apple видите может быть не все помнят что он вначале был с кнопочками то есть люди у которых которых есть тактильное чувство которые в общем вещи щупают да они могли переключать не глядя например или за рулем там как-то пролистывать потом лучше теперь у интерфейсов по моему по моему ни в одном продукте хотя могу ошибаться по моему ни в одном продукте нет тактильных интерфейсов что это значит это значит что мы получили адскую нагрузку на город на глаза и мы выбросили все истории которые человек пытается рассказать про свои ощущения про свои чувства про свое использование пальцев не глядя ну та же самая история например да я не очень не очень верю в то что распространяться световые клавиатуры точнее ну конечно там при при должном напоре все что угодно распространиться но проблема с такими клавиатурами то что она не учитывает людей которые на кончиках пальцев хотят что-то ощущать и это ну довольно неприятно таких людей вот и apple лишил некоторого некоторого чувства своей востребованности чувство возможности коммуницировать как чувство возможности использовать систему и с клавиатурами я например очень боюсь что произойдет то же самое но это я уже так лично боюсь как как человек достаточно тактильный предпоследний мне кажется слайд смотрите ну должен несомненно возникнуть вопрос какой-то момент что истории через образы обычно рассказывает художники а мы говорим о задачах дизайна и надо все таки как-то научиться понимать отличия так вот отличие очень и очень простое художник рассказывает про себя я такой слушайте меня все ну это нормально так искусство устроено да за это художников и ценят да за то что они могут самовыразиться а дизайнер отвечает на историю пользователя задача дизайнера услышать и ответить а вовсе не транслировать миру как он сейчас этот мир будет спасать и мне кажется это принципиальная разница во всяком случае я думаю что для того чтобы из художника превратиться в дизайнера нужно совершить над собой такой вот прямо провести над собой серьезную работу потому что вместо того чтобы говорить 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 ты начинаешь слушать 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 и только изредка отвечать а ну такой слайд слайд на на сладкое все время спрашивают ну хорошо все это прекрасно покажите идеальный интерфейс детальный интерфейс как мне кажется с человеком разговаривает вовлекает историей какой длинный твой уме хвост я не знаю какой длины у меня мой хвост мне сразу хочется узнать и дальше вовлекают какую-то деятельность то что этот интерфейс буковками так ничего страшного работает же короче это еще одна иллюстрация первой мысли что интерфейс это язык и и с помощью этого языка нужно рассказывать те истории которые готовы слышать и в которые готовы вовлекаться может быть звучит слишком философски для тех кто только начинает и кто очень увлечен нюансами и технологическими возможностями но в какой-то момент в этот потолок конечно упрётесь я думаю многие уже уперлись и в этом смысле мне страшно интересно ваше мнение которое понятно что не возникнет прямо сию секунду но если вы действительно походите подумать и либо потом мне что-то напишите либо вечером спросите уточните скажите что не согласны и что-то подобное я конечно буду очень благодарна такие дела ваши аплодисменты это был наш первый докладчик спасибо спасибо спасибо